привет всем итак давайте начнем изучать best practices в создании разметок в android что такое best practices это рекомендуемые стиле разработки приложения и мы начнем с рассмотрения папки values давайте перейдем в папку здесь рез и здесь у нас есть values папка с тремя файлами colors strings и styles.xml и теперь давайте переключимся в текстовый режим здесь вы можете увидеть вот этот вот текст атрибут подчеркнут желтым выделен желтым и тут написано hardcoded string layout work out should use a string resource это значит что мы должны использовать значение из strings.xml файла а не текст напрямую вот здесь вот в xml layout файле вот в этом файле strings.xml у нас есть вот этот тег ресурсы ресурс в нем string тег с именем атрибутом name app name и значением layout work out этот string ресурс используется в android манифесте давайте откроем его android manifest файл здесь android label layout work out если мы кликнем на нем у нас здесь от string указано это ссылка на этот strings.xml файл и там указан вот этот элемент имя этого элемента как вы видите здесь отны и вот здесь вот манифесте у нас есть это имя и по этому имени android устанавливает эту строку в заголовок нашего приложения что мы можем видеть его вот здесь вот я вот выход на акшен бар мы можем указывать любые строки в strings.xml файле мы можем это делать очень легко давайте переключимся в activity main.xml если мы установим здесь курсор далее кликнем на вот этой желтой лампочке и далее выбираем extract string resource то есть выбрать стринговый ресурс и теперь у нас мы можем назвать как угодно этот ресурс но у нас здесь есть дефолтная опция layout work out имя для нашей для нашего стрингового ресурса давайте оставим по умолчанию и кликнем ok и теперь если мы перейдем strings.xml у нас здесь видите имя layout work out ресурсов стринговый ресурс и значение layout work out как видите то что у нас было в текстовом в тексте в атрибуке и мы можем теперь менять значение не здесь не в xml файле а в стринговых ресурсах если мы используем одну и ту же строку в разных местах нашего приложения это намного удобнее менять значение этой строки только в одном месте стринговый strings.xml а не в каждом месте нашего приложения где мы используем эту строку я думаю это понятно и это одна из так называемых называемых best practices использование стринговых ресурсов вместо использования напрямую текста то же самое можно делать для всех размеров приложения для этого мы должны создать еще один xml файл new values ресурс файл давайте назовем его diamonds что происходит от dimensions размеры и у нас такой же тег ресурса здесь как здесь strings xml файле но здесь мы должны использовать diamond так и также можем указывать любое название какое хотите давайте посмотрим что у нас в разметке например мы можем назвать person image you size для этого размера person image you size вот так вот и далее как здесь strings.xml мы должны установить какое-то значение для этого diamond элемента то есть закрываем открывающий тег и между открывающим и закрывающим помещаем 40 dp вот так вот и теперь мы можем ссылаться на этот элемент diamond в нашей разметке можем указать здесь его add diamond person image you size также мы можем использовать еще раз у нас так тут такое же значение да поэтому можно использовать тот же diamond элемент вот так вот если мы посмотрим на наш дизайн мод ничего не изменилось также мы можем устанавливать наши собственные значения в colors xml например у нас здесь сейчас находятся основные цвета color primary color primary dark color accent и как вы помните мы изменили наш color primary dark но мы можем создать еще один color еще один цвет скопируем ставим но назовем его например май color accent и изменим пусть будет например ну вот этот цвет любой цвет какой вы хотите и теперь вы можете прикладывать использовать этот цвет везде в любом месте приложения то есть вы можете поместить его например наш textview color mccl accent вот так вот и давайте посмотрим что у нас теперь и теперь у нас этот цвет в нашем тексте замечательно еще один файл который у нас здесь есть style sex ml то есть стиле в стайлс у нас опять же ресорс с внешний тег, внутри style тег и внутри style тега у нас item элементы с атрибутом name, color primary color primary, да, как color accent и по сути этот style который прилагается ко всему приложению, base application theme, как видите здесь написано мы можем создавать наши собственные стили при помощи того же xml тега style давайте создадим еще один стиль я назову ему my style, например закрываем тег и мы можем поместить здесь любое количество элементов item item name android text size, например закрываем тег и давайте укажем здесь значение, например 50 SP для размера текста следующий item text color android text color вот этот и мы можем указать здесь любой цвет, опять же любым образом давайте укажем color, my color accent вот так вот следующий элемент давайте укажем здесь background, font давайте укажем его по-другому при помощи color picker давайте выберем вот такой цвет например какой-то копируем 16-ти речный код значение вот это давайте вернем предыдущее значение color my color accent здесь а здесь вставим это 16-ти речные значения вот так вот и теперь мы можем применить этот стиль к любому view в нашей разметке например давайте укажем этот стиль в планшете в разметке для планшета мы можем это сделать следующим образом давайте в text view его укажем удалим background давайте text color и text size вот эти атрибуты потому что они у нас есть в стиле и здесь ставим вместо этого style атрибут и укажем здесь add style my style вот так вот давайте теперь посмотрим и как вы видите теперь у нас этот text view стилизован вот в такой вот манере таким образом и здесь style.xml файл вы можете увидеть base application theme тоже стиль но этот стиль как видите здесь имеет parent атрибут theme app compact light dac action bar то есть мы можем указывать каких-то родителей для наших стилей мы можем установить родителя в предопределенную тему Android как здесь dac action bar или мы можем указывать как родителя другой стиль созданный нами давайте создадим еще один стиль назовем его например background style да, также вот здесь вот давайте изменим на заглавную букву my style в начале потому что следует указывать имена стилей начинающиеся с заглавных букв и сейчас как вы видите наш text без каких-либо стилей потому что сейчас наш style переименован переименован а в разметке у нас сейчас старое название давайте изменим на my style с большой буквы и теперь все вернулось и выглядит так же как и раньше и так background вот так вот ставим и давайте вырежем вот этот item с background отсюда и вставим в этот background style вот так вот и теперь если мы перейдем в разметку как видите текстю не имеет сейчас фона потому что в стиле который применен к этому текстю фон не указан больше но мы можем унаследовать my style от background style то есть указываем здесь parent атрибут и указываем background style вот так вот и теперь давайте посмотрим что у нас теперь наш xml элемент опять имеет этот фон этот background я думаю это понятно и на самом деле тема theme это стиль который прикладывается ко все activity или ко всему приложению например этот стиль base application theme приложен ко всему приложению и полностью все приложение использует этот color primary color primary color accent цвета и мы указываем это здесь в android манифесте как видите здесь у нас есть theme style app theme и если мы изменим стиль например мы можем унаследоваться от другого стиля от предопределенного стиля no action bar например если мы запустим приложение с вот этим стилем новый action bar давайте посмотрим давайте выберем nexus 5 и запустим приложение и так как видите сейчас у нашего приложения нет action bar потому что мы применили вот эту тему no action bar и так вы можете использовать стили и темы для настройки внешнего вида вашего приложения на этом все в этой лекции до встречи в следующем видео